Еще немало проблем и в самой Олимпийской деревне. Там произошел пожар. Огонь охватил лестничную клетку в доме, где проживала австралийская делегация. Сборную пришлось эвакуировать. К счастью, пострадавших нет. Тем временем в Бразилии подходит к завершению эстафета Олимпийского огня. Олимпийский огонь приближается к Рио. Через неделю он будет зажжен на знаменитом стадионе Маракана во время торжественной церемонии открытия игр. Это большая честь для меня участвовать в эстафете Олимпийского огня. Очень счастлив, что представляю спортсменов своего родного города. Уверен, состязания пройдут отлично. Однако не все участники Олимпиады так оптимистичны. Спортсмены уже заехали в Олимпийскую деревню. Не успев распаковать чемоданы, они начали жаловаться на незаконченный ремонт, протекающие трубы и оголенную электропроводку. А накануне в доме, где расположилась австралийская делегация, произошел пожар. Причиной стало возгорание мусора в подвале здания. Несмотря на это, президент Международного олимпийского комитета Томас Бах, также заселившийся в деревню, сохраняет оптимизм. Он осмотрел территорию, проверил качество еды и пообщался со спортсменами. В дни перед Олимпиадой всегда много проблем и задач, которые нужно решить. Они всегда одни и те же на любой Олимпиаде. И Рио не исключение. Но я вижу большой прогресс, который был сделан в течение последних двух месяцев. Энтузиазм бразильцев и в то же время знаю, что они любят заканчивать все в последнюю секунду. Я уверен, они все успеют и у нас будут замечательные игры. За неделю до начала игр в Олимпийской деревне продолжаются ремонтные работы. Чтобы закончить к сроку 3600 комнат, власти Рио-де-Жанейро наняли более 600 человек. Они будут работать круглосуточно. Асям Хасен Кызата, Гатпек Абдух Ужаев, 24КЗ.